Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. Я Пашкевич Анна. В этом видео рассказываю о двухрядном методе посева чеснока или посадки чеснока, в дополнение к ранее вышедшему видео о посадке чеснока. Перед тем, как приступить к посадке чеснока, традиционно необходимо подготовить грядку. Если мы говорим о более современных методах выращивания чеснока, то добавляем на 1 квадратный метр 40 грамм нитромофоски, 20 граммов сернокислого калия, стакан золы или доломитовой муки. Все это интенсивно перекапываем, разрыхляем и обязательно выравниваем. Для того, чтобы вода в виде луж не застаивалась у вас на участке, на грядках с чесноком, для того, чтобы он не вымерзал. Если мы рассматриваем органическое земледелие, то тогда будем готовить лунки среди мульчи, среди сидератов, предварительно их подщелачивая доломитовой мукой или золой, в зависимости от своих возможностей. Суть двухрядной посадки чеснока заключается в следующем. Мы выкапываем лунку. Первый ряд чеснока высаживаем на глубину 11-13 см, затем порядка 5 см сверху присыпаем их компостом или плодородным грунтом, после чего высаживаем чеснок вторым рядом на глубину 6-8 см. И его также присыпаем землей. Схема посадки будет 10-15 см между зубками в ряду и 25-30 см между рядками в гряде. Благодаря такому способу посадки можно получить урожай чеснока в 2 раза выше на одинаковой площади. Никто никому не мешает, я имею в виду про чеснок. Все вырастают одинаковой формы размера. На вкус и товарное качество данный способ не влияет. Единственный нюанс, который можно заметить, это искривление шейки чесночной у тех луковиц, которые будут расти в нижнем ряду. Нижние рядки, которые будут посажены на большую глубину, они будут в более выгодных условиях, им будет более тепло, они сформируют сразу более интенсивную корневую систему, что впоследствии поможет им показать более высокую энергию прорастания следующей весной. Те зубчики, которые будут лежать в верхнем ряду, они будут весной скорее прогреваться солнышком, и как нижние, так и верхние ряды в совокупности будут всходить одинаково, расти и развиваться также одинаково. Также в этом видео мне хотелось бы еще раз напомнить о сроках посадки чеснока. Чем раньше, тем лучше. Это от конца августа до конца сентября, потому что чесноку необходимо время для того, чтобы сформировать хорошо развитую корневую систему, которая заякорится в почве. Если мы высаживаем чеснок в более поздние сроки, в октябрьские числа, даже в начале ноября, то чеснок у нас товарными зубчиками будет находиться в почве. Почва у нас будет замерзать, размерзаться, будет происходить ее движение, и зачастую вот эти товарные зубчики, не укоренившись в почве, будут из нее выдавливаться. Также, когда растения пускают корни, у них меняется биохимический состав, клетки характеризуются более высоким содержанием сахаров, а как известно, скорее замерзнет вода, нежели сахарный сироп. Поэтому, когда у нас укорененный чеснок, он в состоянии анабиоза, не замерзает, проходит все зимние месяцы, которые, как правило, сопруждаются морозом, и спокойно выходит в виде сходов весной. На этом я заканчиваю свое видео. Оставайтесь на канале Про Цветок, радуйте нас своими лайками и подписками. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok